22-23 января 2018 года в Японии стали днями льда и пламени. 22 января Токио накрыл сильнейший за последние четыре года снегопад. В некоторых местах выпало 20 сантиметров снега. Из-за непогоды нарушено автотранспортное и железнодорожное сообщение. В столичном аэропорту Ханеда отменены 300 авиарейсов. Пострадали 180 жителей. На следующий день, 23 января, в префектуре Гума на острове Хансю в небе над вулканом Сиране появился дым. Началось извержение. Главное метеорологическое управление Японии объявило в этой зоне второй уровень опасности. Это означает, что к вулкану опасно приближаться ближе, чем на километр из-за угрозы падения вулканических камней. Извержение также вызвало сход лавины недалеко от лыжного курорта Кусацию. В общей сложности пострадали 16 человек. Катаклизмы, нарушая привычный ход вещей, порой ставят жизнь человека на тонкую грань. Однако, даже самое тяжелое страдание является тем обстоятельством, которое на самом деле выводит на путь общения с Богом, возобновление утраченных духовных связей. Ибо Бог видит искушение человека и его возможности внутренних духовных перемен. Поэтому Бог дает такие обстоятельства, благодаря которым человек приобретает опыт и понимание своего выбора, возможность восстановить с ним общение, что способствует в конечном итоге слиянию личности с душой и выходу в духовный мир. Но выбор всегда остается за человеком. С чем ему жить? Со смертной гордыней или вечной благодатью? Анастасия Новых, АЛЛАТРА